Лучшая из женщин мира. Фатиму Захру, да будет мир с ней. Эту почтенную женщину называли девятью разными именами. Фатима, Садиги, Мабарике, Тахире, Закия, Разия, Марзия, Махадисе и Захра, ее также назвали Какум Ульнаби, мать пророка, а иногда Какум Абиха, мать отца, так как она была младшей дочерью посланника Бога, да будет мир с ним. И была единственной его дочерью, которая осталась в доме после смерти святой Хатиджи и полностью взяла на себя всесторонний уход за отцом. Астат Фазел Хасейни пишет, естественно, что Фатима не с точки зрения рождения, а с точки зрения пророчества считалась матерью отца и возможно посланник Бога так к ней обращался, потому что знал о божественном предопределении, согласно которому его род будет продолжен от Фатимы. Воистину, она была световой волной и должна была пронести сияние лучей посланника Бога через непрерывную нить веков и столетий, чтобы осветить человечество этим благословенным светом. Именно поэтому пророк любил ее безмерно и, как нам известно, иногда называл ее Ум-Абиха, мать отца. В исторических книгах постоянно рассказывается о том, что посланник Бога называл Фатиму Ум-Абиха, мать отца и относился к ней как к матери, он целовал ее руки. Каждый раз, когда он возвращался из своих поездок в Медину, он прежде всего навещал Фатиму. Такое его отношение к Фатиме можно объяснить тем, что сам пророк был сиротой и в детстве лишился своей матери, Амини Бент Вихаб. Естественно, что такие дети нуждаются и ищут добрых объятий женщин. Именно поэтому свою душевную пустоту он возмещал любовью к Фатиме Бент Асад, почтенной матери и мама Али, да будет мир с ним, и называл ее матерью. Когда она умерла, он глубоко переживал ее смерть, слышали, что он говорил, умерла моя мать. Но всемогущий Аллах проявил милосердие и не спасал ему дочь, чтобы она была воспоминанием о Фатиме Бент Асад и была утешением его сердца. Поэтому пророк называл свою дочь Умабиха, мать отца. Без сомнения, пророк Мухаммед, возвышающийся над всем человечеством, не давал никому прозвища ради забавы или собственного желания, каждое данное им прозвище соответствовало достоинству того, кому было дано и в каждом из них имелась своя мудрость. Для таких людей как пророк, сравнимых с лучами, устремленными к небесам, нет разницы в том, что Фатима является дочерью или матерью. Подобно тому, что для могучего благородного дерева равное значение имеют и корни и ветви. Все его части излучают свет и сияние, и никто не может сравниться с ними. Ее звали Фатимой, по рассказу Али, да благословит его Аллах. Однажды пророк, да будет мир с ним, спросил у Фатимы, дочь моя, ты знаешь, почему я назвал тебя Фатимой? Али спросил у него, о, послание Бога, почему? На что он ответил, так как всемогущий Аллах в день страшного суда отделит ее, ее детей и потомков от пламени ада. По рассказу Ибнабаса, да благословит его Аллах. Пророк сказал, моя дочь Фатима, райский ангел, потому что она не имеет женских циклов, подобно другим женщинам. Бог назвал ее Фатимой, так как он отделит ее и всех любящих ее от пламени ада. По рассказу Абу Джафара Мухаммад Багира, да благословит его Аллах. Когда Фатима появилась на свет, Аллах послал на землю ангела, чтобы он вложил в уста Мухаммада имя Фатима и назвал свою дочь этим именем, так как всемогущий Аллах очистил ее от кровотечения и скверны. Ее звали также Захрой, так как ее тело было белым и отливалось серебром. Джафар Ибн Мухаммад Али, да благословит его Аллах. Со слов своего отца рассказывал, я спросил у своего отца, почему Фатиму называют Захрой. Он ответил, когда она у Мехраба совершала богослужение, излучаемый ею свет достигал до небес, подобно тому, как сияние звезд доходят до жителей земли. В другом предании говорится о том, что Аллах сотворил ее из лучей своего величия. Есть также предание о том, что как только она родилась и открыла свои глаза, ее сияние достигло до небес, и никогда еще не видели ангелов, подобных ей. Некоторые из рассказчиков преданий рассказывают, так как у Фатимы никогда не было женских циклов, то она была лишена и после родовых кровотечений, поэтому как толь. Ко на свет появлялись ее дети, она могла совершать богослужения и молитвы. Ее также называли Махадисе, так как ангелы спускались с небес и вели с ней беседу, подобно тому, как Марьям дочь Мрана была собеседницей ангелов и разговаривала со Святым Духом. Фатиму также называли Садиге, Благочестивая, Мабарике, Благословенная, Тахире, Непорочная, Закия, Целомудренная, Разине и Марзия, Угодная Богу. Каждая из этих имен свидетельствовала о присущих ей качествах, таких как благочестие, целомудрие, непорочность, благоугодность и степенность. Фатиму также называли Батул, так как она сильно отличалась от женщин своего времени и превосходила их по своему благочестию и религиозности. Говорят, что она была в стороне от мирской жизни и ее сердце было связано с Богом. В книге Татшут-Дурус написано, причиной того, что дочь пророка звали Батул была в том, что она перед Богом была подобной Марьям. Марьям дочь Имрана также звали Батул. Саалеп пишет, Фатима по своей религиозности, благочестию и целомудрию отличалась от всех женщин своего времени и от всех женщин исламской умы. Воистину она была лучшей из всех женщин. Также пишут именем Батул среди женщин называют такую, которая отрезана от мирской жизни и соединена с Богом. Поэтому, Фатиму называют Батул. В книге Маджмау Бихар написано, что Марьям и Фатиму называют по имени Батул, так как они отличались от женщин своего времени и превосходили их своей религиозностью и благочестием, они были отрезаны от мирской жизни и соединены с Богом. Из рассказа Амара Ибн-Али, да благословит его Аллах. У посланника Бога, да будет мир с ним. Спросили, почему он называет Марьям по имени Батул, и почему Фатиму называют этим же именем. Он ответил, Батул, женщина, которая никогда не оскверняется женской кровью, и дочерям пророков, да будет мир с ними. Непристойно обладать этим свойством. Имеется предание, рассказанное со слов Асмы Бентамис. Я спросила у пророка, да будет мир с ним. Я была при рождении некоторых из детей Фатимы, но почему-то я не видела, чтобы она была запачкана кровью. Он ответил, Асма, Фатима, ангел, созданный в облике человека, разве ты не знаешь, что она непорочная, чистая и святая. Да, Фатима живет среди людей, но она имеет все качества ангелов и прекрасных гурий, при всем при этом она и человек, и ангел, и гурия. Ее почтенный отец также сказал, всемогущий Аллах создал ее свет до того, как сотворил небо и землю. Некоторые из соратников пророка спросили у него, о, пророк, разве Фатима не человек? Он ответил, Фатима – гурия в человеческом облике, ее чистота и отсутствие в ней женских циклов свидетельствует о том, что она ангел и гурия. Как было сказано, Фатима была лишена женских циклов и послеродовых кровотечений. По общему мнению мусульман, она была чистой и непорочной, и этим превосходит всех других девушек, происходящих от Евы.